Проверить физическую подготовку и самообладание в стрессовой ситуации, помочь товарищу и случай необходимости оказать первую медицинскую помощь. На пути к первому месту в военно-патриотических играх 16 этапов. Это спасение утопающего с льдины. Это техногенный этап, в рамках которого необходимо найти пострадавшего в здании, в котором находятся газы и оказать ему первую доврачебную помощь. Это и пожарно-тактическая дистанция. Это этапы, связанные с теоретической подготовкой. Важно все. Время – выбранная тактика, умение работать в команде. Полковник запаса Сергей Черепахов вспоминает, в годы его юности подобные игры назывались «зарницей». Молодежь охотно в них участвовала. Это закаляло не только тело, но и дух. Что это дает детям? Во-первых, физическая подготовка, обучаются работе в коллективе, получают первичные навыки по оказанию помощи, по работе в чрезвычайных ситуациях. Очень важно это. Кроме того, военно-патриотические игры – это еще и дань памяти давних традиций, на которых выросло не одно поколение. Это возрождение, можно сказать, доброй советских времен Зарницы, где ребята учатся оказывают первую помощь. Это военно-патриотическое воспитание, как вести себя в современных условиях, тем более в настоящее время при СВО. То есть это возрождение военно-патриотического воспитания школьников, где они приобретают практические навыки. В состязаниях, которые прошли в Химкинском лицее, поучаствовали ученики 21-й школы городского округа. Вдохновленные атмосферой спортивного праздника ребята планируют уделять физподготовке еще больше времени. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров, Новости, Химки ТВ.